Здесь все как на едином госэкзамене. Задания никому заранее не известны, нет подсказок, а за процессом самый строгий контроль. Только за партами не школьники, а студенты, работники предприятий, региональные депутаты и даже глава Крачава Черкесии Рашид Тимрезов, который наравне со всеми решил проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. По его мнению, знать в лицо героев тех лет обязанность каждого из нас. Я считаю, что мы с вами сегодня здесь встретились в преддверии самого главного великого праздника нашей страны. Это День Победы. И для меня очень радостно, что в Карачаево Черкесской Республике, как и во всех уголках нашей большой Родины, к этому празднику относятся с таким почетом. И мы понимаем, что то, что сделало наше старшее поколение, вот здесь у нас присутствуют наши дорогие ветераны, которых мы приветствуем, любим, чтим. И я считаю, что для молодого поколения, которое здесь находится, это большая честь встретиться, вот так вот вживую пообщаться и понимать одно, что мы поколение, мы потомки великих людей. Диктант Победы – масштабная проверка знаний, подстать тотальному и этнографическому диктанту. Только вопросы тут по истории Отечества и событиям Великой Отечественной войны. Чтобы ответить на все 20 вопросов, нужно вспомнить не только даты и обстоятельства сражений, но и художественные фильмы и книги, посвященные этой теме. Результаты экзамена позволят понять уровень знаний о войне нынешнего поколения россиян и провести анализ, как события прошлых лет отражаются в нашей памяти. Удалось справиться с заданием. Вопросы были, ну, вопросы, сами вопросы были связаны с Великой Отечественной войной. То есть все эти вопросы мы уже с детства знаем, что, как проходило. Я не озадачился вопросами. Родители нам рассказывают, что, как, как наши прадеды, как они воевали, как вернулись с войны, сколько людей погибло. На уроках истории, то есть нам объясняли, со школьных дней мы это все, ну, сможем это все рассказать. А вот Евгения Амбросимова историю нашей страны, в том числе события Великой Отечественной, знает не только по книгам. В ее семье есть свои герои, которые грудь защищали родину от врага. Поэтому она посчитала своей обязанностью принять участие в этом диктанте. Я внучка погибшего за освобождение Польши солдата. Мой дед прошел почти всю войну с августа 1941 года и погиб он 30 марта 1945 года, уже на подступах к Берлину. Похоронен в Польше, на окраине Польши. Поэтому для меня это событие очень важно. В этом году диктант победы проходил в России и 23 зарубежных странах одновременно на 1233 площадках. По предварительным оценкам, в нем примет участие порядка 50 тысяч человек. Ну а в Карачаево-Черкесии работало сразу две площадки с более чем 300 участников. Кстати, сама акция проходила в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Решением президента Генерального совета партии «Единая Россия», Рособорнадзора, Российского военно-исторического общества, ряда военных ветеранских организаций было принято решение о проведении этого мероприятия. Для того, чтобы провести связующую нить между поколениями, чтобы новая молодежь не забывала о тех событиях, чтобы мы помнили тоже, ну и освежить в памяти события тех далеких лет. По итогам диктанта, вместо оценок и баллов лучшие его участники, те, кто ответил на правильно максимальное число вопросов, затратив на это минимум времени, получат возможность побывать в Москве на юбилейном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Их имена будут известны 12 июня.